Друзья, здравствуйте! Ну, в общем, вот есть две сырных новости про Воронеж. Первое. 13-го числа в селе Чертовицы, ну, то есть, вот в том заведении, которое называется теперь ферм Вередж, 13-го числа с 12-ти часов откроется ярмарка фермерская, на которой будут присутствовать три замечательных сыровара. Один будет представлять Воронежскую область, второй сыровар, Тамбовскую и третий Липецкую. Сыровары потрясающие. Девушки, девушки со своим стадом, ну, Марина Чернобылова, Девногория, Воронеж, Лена Чеснокова, ферма 48, Липецкая область и Марина Тишкина. Калаистские холмы, Тамбовская область, то есть, привезут удивительные сыры. Ассортимент, да, практически, они наберут, и сейчас сыры уже созрели, ну, наверное, почти 70% своему, возможного ассортимента, что они могут. Там же, еще там же, 13-го числа будет вечер гастрономический, лаковарских таких продуктов, или там, вечер у моря, придумал Евгений Матусевич. Вот, ну, очень рекомендую. Никаких ссылок присылать не буду, просто, поверьте, если найдете ссылку фарма, фармвилледжа у них, ну, забронируйте себе что-нибудь. А сыры очень рекомендую хотя бы посмотреть и понюхать. Девушки старались, ну, в общем, в этот раз все должно получиться, а то у нас два раза не получалось, состав менялся, ну, вот, вот сейчас вот то, что надо. Хозяйство со своим молоком, со своими коровами, со своими козами, то есть все практически могут принимать группы и размещать у себя людей, ну, приходите, разберетесь, и побеседуйте с 12 до 19 часов беспрерывной торговли, вот, обещаю, вот, гастрономическое удовольствие. Так, это первая новость, хотя, это большая новость, еще, еще одна новость, это в нашем регионе, в Россошанском районе появилась новая сыроварня, работает на козьем молоке, свое стадо, соответственно, название такое сложное, коза Россош, вот так именно вы можете найти ее вконтакте, коза Россош, Дмитрия Гусева, то есть, я мечтал сюда попасть, для меня это самый северный виноградник и самое северное российское вино, говорят, есть еще дальше, ну, то есть, еще севернее Самаре, но я про эти винограники ничего не знаю, ну, то есть, я ничего не знаю, чтобы мне рассказывали, да и, ладно, а вот здесь был вино пил, толковое, я, честно говоря, не самый большой поклонник суких вин, но, будучи в Волгограде или в Саратове, я предпочитаю местное вино, аборигенное, хотя, вино там, из винограда, ну, в общем, ладно, умничать не буду опять, то есть, в Волгограде надо пить, ну, как минимум, гусева, сейчас постараюсь посмотреть еще одно виноделье, ну, вот, у гусева, почему я здесь, потому что здесь же при винодельне есть сыроварня гусева, вот, хороший ассортимент сыров, вот, прикупил я для дня авиации рислинг местный, для него молодой камамбер подобрал, вот, а есть еще такой зрелый камамбер, а есть твердый, а есть полутвердый, а есть голубая плесень, ну, то есть, хороший ассортимент сыров, работают на местном молоте, стадо не свое, ну, в общем-то, каждый выбирает, ну, наверное, такое производство сыра, которое больше будет, общался с владельцем, и мне, когда, и мне, когда сейчас готовится к новому урожаю вина, то есть, что-то тут двигается постоянно, вот, когда я приехал в 7 часов утра, двигалось, что-то перемещалось, вот-вот начнут собирать виноград, там, как его там, один в начале, другой, потом, ну, в общем, не важно, итак, три новости, две новости воронежских, одна новость просто сырно-винная, я вам сказал, 13-го числа не забудьте, ну, хотя бы посмотрите, что будет в селе Чертовицы, а я поехал дальше, то есть, будет еще несколько сырных новостей, но это чуть позже, а вот пока самое главное вот такие, друзья, до встречи в Воронеже.